Музыка Покажу вам самый простой, удобный и быстрый способ вырезать цветы для большого диацинта без шаблонов. Для изготовления одного такого диацинта мне понадобилась вот такая пачка фоамирана толщиной 2 миллиметра и размером 50 на 50. В этой пачке 10 листов. Листа размером 50 на 50 сантиметров у нас получится 4 цветка. Лист фоамирана разделяем его на 4 части. Вкладываем и разрезаем на местах сгибов. Пополам и еще раз пополам. И теперь из каждого из этих квадратиков полученных делаем цветы. Если у вас фоамиран не в пачках, а в рулонах, вы просто нарезаете рулон на такие квадраты 25 на 25 сантиметров. Если у вас рулон метровый, то вам скорее будет удобно сделать квадраты не 25 на 25, а 20 на 20 сантиметров. Это сэкономит вам материал. Тоже красивый, просто немножко меньшего размера. Мало видео фрагментарно во время разных заказов, поэтому не удивляйтесь, цветы именно в видео будут разного цвета. И сейчас зеленый цвет я использовала просто для того, чтобы показать вам, сколько ушло материала и какой материал я брала. Сейчас же непосредственно возвращаюсь к фиолетовому фоамирану, из которого я делала цветы, и показываю, как их вырезать. Я покажу вам самый простой, удобный и быстрый способ вырезать цветы для большого диацинта без шаблонов. Обожаю цветы без шаблонов. Итак, складываем наш квадрат, который величиной 25 на 25 сантиметров вдвое, и потом еще раз. У нас получается такой вот маленький квадратик. Теперь мы у него обрезаем края и делаем из него круг. Не идеальный круг, но у нас не стоит такая цель сделать идеальный. Вот у нас получился такой круг. Теперь вот такой вот у нас получился круг. Складываем его, как и было. И делаем надрезы с этой стороны. Не до конца. И два надреза с этой стороны. А так же делаем надрез посередине. То есть вот у нас получилась такая конструкция. Теперь обрезаем уголки здесь. Поправили, если нужно, и вырезаем. С одной стороны, переворачиваем и срезаем уголок с этой стороны. Можно немножко поправить, если что-то получилось не идеально. Теперь у нас получился вот такой цветок. И нам нужно придать форму лепесткам. И поскольку у нас фоамиран 2 мм достаточно тонкий, мы можем обойтись даже без горячего воздуха и вытянуть лепестки вот таким образом, даже без фена. То есть придерживаете верхнюю часть лепестка и пальцем вытягиваете вниз. Вот у вас получаются вот такие лепестки. Еще раз, держите вверху и вытягиваете. Держиваете вверху и вытягиваете. Лепестки начинают приобретать вот такую форму. Если прогреете феном, то это будет быстрее и удобнее, но так тоже не составляет особого труда. То есть вот у вас получился такой цветочек. Поскольку нам нужно, чтобы цветок был более пушистый и не такой широкий, мы в одном месте углубляем надрез. Где-то до половины. И потом заводим вот так вот лепестки и склеиваем их. Получаются вот такие цветы. Теперь наносим сюда капельку клея. И приклеиваем, склеиваем наш цветок, чтобы он получил другую форму. Надо сделать серединку. Также капаем капельку клея в серединку. И приклеиваем или пенопластовые шарики, если у вас есть, или бусинки. Я сейчас приклею вот такую вот бусинку. Или что у вас есть под рукой. Также серединку можно покрасить любой цвет, какой вам нравится. Для киоцинтов я использовала пенопластовые шарики, которые потом покрасила в желтый цвет. Сейчас приклеила бусинку. Если у вас есть время и желание, также можно было немножко протонировать лепестки, чтобы они смотрелись, цветок смотрелся еще более красиво.